Сколько воров в законе живет в современной России? Воров в законе, элита криминального мира и его костяк. Расцвет законников пришелся на 90-е годы, время всеобщей разрухи и тотального разгула преступности. Тогда численность воровского сообщества в России превышала тысячу человек. Сколько авторитетов живет в нашей стране сегодня? По нисходящей посчитать количество воров в законе достаточно сложно, хотя правоохранительные органы и СМИ иногда опубликуют подобную статистику. Максимальной численности воровское сообщество достигло в 1998 году. Тогда в России насчитывалось 1600 авторитетов. В нулевые правоохранители начали наступление на воровское сообщество. Кого-то посадили, кто-то оказался на кладбище, другие поспешили эмигрировать. В результате, как утверждает отечественный криминал Казалия Делгова, численность законников в нашей стране в 2010 году сократилась до 149 человек. Другой оценки придерживались некие анонимные источники в правоохранительных органах, в том числе в Федеральной службе безопасности. Там привыкли считать численность воровского сообщества по количеству участников сходки. В большинстве случаев на нее собирались не более 200-250 человек, порой и вовсе было по 50-100 законников. Таким образом, отмечали правоохранители, в нашей стране в то время действовало немногим более 200 авторитетов. Наши дни по посчетам портала Prime Crime, в настоящее время численность воровского сообщества составляет 227 человек. Из них на свободе – 168, в розыске – 9, под следствием – 16, отбывают наказание в заключении – 59 авторитетов. Этнический состав законников за все это время не претерпел существенных изменений. Большую часть воров по-прежнему составляют грузины – 57%, 129 человек. На втором месте идут русские – 13%, 29 человек. На третьем – езиды – 14 человек, 7%, и на четвертом – армяне – 11 человек, 5%. Стоит отметить, что не все из авторитетов проживает в России на постоянной основе и считает ее своим домом. Кто-то живет за границей или отбывает наказание в зарубежных тюрьмах, поэтому цифру 227 как обозначение численности отечественного воровского сообщества можно считать весьма условной. Что касается Москвы, то в столице России, по данным начальника городского управления угрозыска Михаила Гусакова, живут 8 воров в законе. По другим данным, еще несколько лет назад авторитетов со столичной пропиской было 44. Любопытно, что следящие за новостями воровского сообщества наблюдатели отмечают рост числа чеченских воров в законе. В настоящее время таких насчитывается 7 человек. В целом же, если посчитать количество законников только среди коренных народов в России, русские, ингуши, чеченцы, татары, башкиры, даргинцы, балканцы, то таковых наберется 42 человека. Кстати говоря, в России проживает и самый молодой вор в законе, 24-летний Рева Субилава. Костяком законников являются авторитеты в возрасте от 36 до 49 лет, таковых среди воров более половины. Другая значительная категория, преступники от 50 до 64 лет, в настоящее время таковых насчитывается 73 человека, или 34%. Несколько меньшей цифры, не более 200, придерживается замруководителя агентства журналистских расследований Евгений Вашенков. К тому же из этих 200, подчеркивает он, 170 законников минус это те, кто в свое время купили звание. Воров же старой закалки осталось не более 30, ставших частью воровского сообщества благодаря деньгам стали называть апельсинами. Появились такие законники в 90-х, когда купить и продать можно было все, что угодно. Апельсины вносили в общак значительные средства, а взамен им давали воровской титул. Трудности по счету необходимо отметить, что во всех по счетах указано весьма условное количество законников. Ведь далеко не каждый из них признается членом высшей криминальной касты. К примеру, противоборствующие кланы очень активно коронуют новых, лично им лояльных законников. Враждебная группировка, естественно, их не принимает. Показательно в этом плане осень 2012 года, когда схлестнулись кланы Аслана Усаяна, Дед Хасан и Ториэл Аняни, Таро. В декабре того же года на выездной сходке о объединенных Арабских Эмиратах Аняни короновал сразу 16 авторитетов. Люди Деда Хасана новоиспеченных воров не признали, потребовав от них сложить полномочия, угрожая в противном случае скорой расправой. Конфликт от этого лишь усугубился. Также необходимо отметить, что последние годы в связи с активностью правоохранительных органов многие представители воровского сообщества предпочитают вести свои дела в России на значительном удалении. Многие законников уже давно осели в Греции, Франции, Италии или других странах. Кроме того, воры в законе иногда записывают некоронованных авторитетов, но при этом тех, кто имеет значительное влияние в криминальном мире. Ворами их назвать все же нельзя, поскольку обязательная процедура для законника прохождения коронации.